В небе над аэропортом появляются участники ралли Аэрофранс. Позади час полета из Краснодара. Один за одним самолеты приземляются в Сочи, в финальной точке российского участка маршрута большого воздушного путешествия. В ралли участвуют однодвигательные самолеты весом до двух тонн и размахом крыльев не более 11 метров. Как правило, это такие небольшие двух- или четырехместные воздушные суда. За штурвалом пилоты-любители. Патрик Леклер по профессии стоматолог. Но штурвал в руках держит не менее уверенно, чем медицинский пинцет. Он любит небо и путешествия. Очень рад, что в этом году впервые в маршрут включили российские города. Это просто замечательное ралли. Российские люди очень гостеприимны и очень приветливы. Мы просто счастливы. Стартовало ралли 8 июня во Франции. В России самолеты совершили посадки в Пскове, Санкт-Петербурге, Москве, Казани, Екатеринбурге, Самаре, Волгограде и Краснодаре. В большинстве городов французские пилоты провели по 2-3 дня. Знакомились с достопримечательностями. Ведь цель этого ралли – не соревнования, а путешествия. В Сочи мы хотим немного отдохнуть и посмотреть олимпийские объекты. Путешествие по России оставило самые приятные ощущения. Перелет был непростой, но все прошло по плану. Большой экипаж ралли Аэро Франции – это 18 самолетов и 41 пилот. И все по плану прошло не у всех. Единственная была, скажем, не экстренная посадка, это скорее курьезный случай, когда у нас один борт, у него сработал датчик низкого давления масла, и они совершили посадку в Башкирии просто в чистом поле для того, чтобы проверить. Два французских пилота, которые сели просто в чистом поле в Башкирии, и к ним пришли жители местных сел узнать, что случилось. Для них, конечно, это была достаточно сложная ситуация. Тем не менее, в течение нескольких часов борт мы снова подняли на крыло. Кстати, этот же самолет и до Сочи добрался не без приключений. Долго запускался и в итоге отстал от основной группы на полтора часа. Ждал разрешения на вылет. Из Сочи уже в полном составе французские летчики отправились домой через Турцию, Албанию и Италию. В этом году ралли Аэро Франс поднимает самолеты в небо уже в 25-й раз. За четверть века воздушные туристы облетели десяток стран. Они не исключают, что после такого теплого приема они еще не раз вернутся в Россию. Ольга Десятого, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.